Деньги есть, дворца нет. Федеральные власти выделили беспрецедентную сумму на достройку дворца игровых видов спорта в Иванове. Более 600 миллионов рублей. Годы консервации, вот казалось бы, теперь никаких препон. Во вторник ход строительства смотрел депутат Госдумы Юрий Смирнов и представители заказчика. К работе подрядчика масса вопросов. Мы просто как день сурка. Мы приезжаем одно и то же. Одно и то же штукатурка стен. Как потолки текли, так текут в трех местах. Я считал второй месяц. Как только дождик, в трех местах течет потолок. Мои специалисты, вот первый заместитель руководитель департамента, постоянно об этом говорит. И вот два месяца тишина. Зампред правительства Сергей Зобнин в этот свой визит надеялся увидеть уже отапливаемый дворец и начавшиеся отделочные работы. Также подрядчик не укладывается в график по освоению денежных средств. Причем серьезно. Если до конца года не наверстать, то миллионы придется вернуть в федеральную казну. В этом году мы должны освоить порядка 120 миллионов. Вот на этот момент, то, что мы сейчас докладывали, 80 миллионов должно было быть уже освоено. На сегодняшний день освоено всего 4,5 миллиона. Прецедентные деньги были выделены. Столько лет мы ждали их. Столько лет он стоял на консервации. Вот сейчас вот дали, и мы так тяжело раскачиваемся. Заказчик откорректировал проект, поясняет подрядчик. Сначала для обогрева объекта хотели устанавливать модульную электрическую станцию. Однако тепло было решено брать у города. Дело в том, что у нас есть график освоения денежных средств на этот год. И первоначально этот график предполагал, что мы будем закупать и строить отдельную станцию, которая должна была обеспечивать электричеством и теплом. Основная сумма денежных средств это в этой станции. То есть, когда мы делали первоначально, мы планировали, что мы ее приобретем и поставим. И, соответственно, это даст большое выполнение. Но в связи с тем, что произошла корректировка проекта, необходимость сейчас приобретения этой станции отпала. И поэтому мы делаем все работы внутри, по которой предусмотрены технологии, по отделке. Основные работы по прокладке всех сетей отопления по подвалу завершены. Тепло будут подключать по возможности. К новому году подрядчик планирует завершить большой зал и под трибунные пространства. На объекте много монтируемого и немонтируемого оборудования. Его поставка ожидается в октябре-ноябре. Это позволит освоить внушительную часть средств. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иванова.